До нового года менее 14 дней. В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Президент России расширил еще на 19 регионов эксперимент по взаиманию самозанятых граждан налога на профессиональный доход. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. В этом эксперименте примет участие и Ненецкий округ. На должность главы районной администрации претендуют трое. Они намерены возглавить исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, заявили два действующих заместителя главы администрации Заполярного района и директор муниципального казенного учреждения Северное. В Ненецком автономном округе началось голосование за проекты, которые войдут в 10-летнюю программу развития региона НАУ-100. Голосование завершится 15 января. Презентация масштабного проекта «Театральная Россия» прошла в Наринмаре в год театра. Зрителям показали киноверсию спектакля «Василий Теркин». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Началось голосование за проекты, которые войдут в программу НАУ-100. О старте голосования, которое проходит на платформе «Народный контроль» и продлится до 15 января 2020 года, объявил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Проект НАУ-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории региона национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным и стратегией развития региона до 2030 года. Участники проекта на первом этапе внесли 191 инициативу. После обработки предложенных проектов модераторами «Народного контроля» повторяющиеся инициативы были объединены, что привело к сокращению общего числа проектов, внесенных на голосование. Например, касается, например, дороги в Тельвиску. Таких проектов было пять заявлено от жителей. И, естественно, было бы логично их объединить в один проект, чтобы это было удобно жителям голосовать не за каждую дорогу, а именно за одну. Она будет объединена. Из пяти проектов она стала одним. Поэтому получилось из 191 175 проектов. Все проекты поделены на 12 категорий. Транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. Наибольшее число проектов, предложенных к реализации, относятся к вопросам благоустройства территорий и создания комфортной среды для проживания. Голосовать можно не за один проект. Главное здесь – это один голос, один проект. То есть, если жителю понравится несколько проектов в различных категориях, вы можете голосовать хоть за все 175 проектов. Главное, в каждом проекте будет ваш голос учтен. Для того, чтобы отдать свой голос за тот или иной проект, а может быть и за несколько, сразу необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуги. Голосование проходит на платформе «Народ-83». Для того, чтобы оставить свой голос за понравившийся проект, необходимо зайти во вкладку «Нао-100», пройти в раздел «Категории», выбрать необходимый вам проект и нажать кнопку «Проголосовать». Инициированный губернатором Александром Цибульским проект «Нао-100» формируется на основе предложений жителей региона, его итоговое. Наполнение будет зависеть от результатов голосования, которое продлится до 15 января 2020 года. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Президент Владимир Путин расширил еще на 19 регионов эксперимент по взыманию с самозанятых граждан налога на профессиональный доход. Согласно закону, опубликованному на портале правовых актов, изменения вступят в силу с 1 января следующего года. В этом эксперименте в 2020 году примет участие и Ненецкий округ. Специальный налоговый режим для самозанятых с начала 2019 года действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он обязывает самозанятых граждан, не нанимающих работников по трудовым договорам, платить налог от реализации товара и услуг по ставке 4%. А если они реализованы юрлицами – 6%. Эксперимент с 2020 года будет действовать еще в 19 регионах, в том числе и в Ненецком округе. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется. Если власти сочтут его успешным, то специальный режим распространят на всю страну. Всего на данный момент в качестве самозанятых в четырех пилотных регионах зарегистрировались больше 300 тысяч человек. Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 19 декабря, большую пресс-конференцию. В ней примут участие около 2000 российских и иностранных журналистов. В числе аккредитованных на пресс-конференцию СМИ съемочная группа телеканала «Север». Традиционно глава государства планирует отвечать на вопросы прессы в Центре международной торговли с 12 часов. Как говорится в официальном сообщении на сайте Кремля, прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио Россия». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России», а также на сайте ОТР. Пресс-конференция Владимира Путина в 2019 году станет 15-й по счету. В прошлом году общение журналистов с президентом длилось 3 часа 40 минут. Самой продолжительной по-прежнему остается пресс-конференция 2008 года – 4 часа 40 минут. В Нинецком округе внесены изменения в порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в неразграниченной собственности. Решение по данному вопросу принято администрацией региона на прошедшем заседании. Новшество заключается в том, что к двум категориям – физическим и юридическим лицам, которые могут выкупать в собственные земельные участки, добавились субъекты малого и среднего предпринимательства, а также изменен процент выкупной стоимости земли. То есть, если раньше могли выкупить физические лица по 60% земли, то сейчас это 5%. То есть, те же самые физические лица, которые имеют земельные участки в аренде под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ, личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерские хозяйства, садоводство, могут сейчас также выкупать эти земельные участки в том случае, если они находятся у них в аренде, были предоставлены по статье 39.18. Все остальные собственники зданий строения могут покупать земельные участки также по 5%, в том случае, если им по 39.20 была как собственнику предоставлена земля. Данная мера, отметила Анастасия Голговская, позволит простимулировать граждан на выкуп земли, а также решить ряд проблем, которые на сегодняшний день возникают у арендаторов земельных участков. В частности, речь идет о дорезке земли. Дорезка земли в аренду невозможна. Любая дорезка земли в аренду воспринимается как обход закона. Это только торги. А выкуп поможет перераспределить им земельный участок и, допустим, ликвидировать свои какие-то проблемы, связанные там с выступами за границей своего участка. Это вот первый момент. Особенно населенность этой истории очень актуальна. Субъекты малого и среднего бизнеса, которые также являются собственниками зданий и строений, смогут выкупать землю, находящуюся в аренде, по 15%. Мы совместно с общественной организацией «Опор России» и с Ненинским региональным делем направляли предложение по снижению стоимости выкупа земельных участков для бизнеса. Наше предложение было поддержано губернатором Ненинского округа, администрацией Ненинского автономного округа. И со дня вступления в силу соответствующего постановления, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право выкупать земельные участки под зданиями и сооружениями в размере 15% от их кадастровой стоимости. Мы полагаем, что указанное снижение позволит уменьшить финансовую нагрузку, но субъекты малого и среднего предпринимательства позволят собственникам земельных участков приобретать прилегающие свободные земельные участки, пополнить бюджет за счет выкупа земельных участков, ну, таким образом реализовать экономический потенциал земли. За 60% от кадастровой стоимости выкупать землю смогут все остальные юридические лица, которые имеют землю в аренде и строении на ней. Данные изменения вступят в СИУ с 1 января 2020 года. До конца года на компенсации многодетным семьям взамен земельных участков выделят дополнительные средства. Соответствующие поправки в окружной бюджет текущего года вынесены на рассмотрение очередной сессии собраний депутатов, которая состоится в четверг, 19 декабря. С начала года 72 многодетные семьи Ниндийского округа получили компенсацию взамен земельных участков. На эти цели из средств окружного бюджета направлено порядка 68 миллионов рублей. Денежную выплату получили 63 семьи из Наринмара, 5 из Искателей, по одной семье из поселков Харивер, Красный, Нельминнос и Усть-Хара. Размер денежной выплаты для жителей Наринмара составляет 1 миллион рублей. Поселка Искателей – 600 тысяч рублей. Сельских населенных пунктов – 450 тысяч рублей. В целом, с 2016 года, с момента действия поправок, внесенных в закон округа о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Ниндийского округа, возможностью получения компенсационной выплаты взамен земельного участка воспользовались 268 многодетных семей. Им было выплачено более 262 миллионов рублей из средств регионального бюджета. По информации отделения соцзащиты населения Ниндийского округа, сегодня в очереди на предоставление компенсации состоят 327 семей. Подать заявление на предоставление выплаты многодетные семьи могут в администрации муниципальных образований Ниндийского округа, в которых они состоят на учете в целях предоставления земельного участка. На должность главы администрации Заполярного района претендуют трое. Прием документов на конкурс на замещение должности руководителя администрации Заполярного района завершен. О намерении возглавить исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления заявили два действующих заместителя главы администрации Заполярного района. Надежда Михайлова, которая курирует развитие инфраструктуры, и Андрей Мухин в зоне его ответственности общие вопросы. Как сообщает районная пресс-служба, оба кандидата имеют продолжительный опыт работы в органах местного самоуправления муниципального района. Третий участник – Владимир Чупров, директор муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северная». Конкурсная комиссия уже приступила к рассмотрению пакетов документов, представленных претендентами на должность. Итоговое заседание комиссии состоится в 10 часов 30 декабря. Тогда же станут известны две кандидатуры, которые будут представлены на рассмотрение в районный совет. Окончательное решение о назначении нового главы администрации примут депутаты на первой в 2020 году сессии. Реализацию регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» обсудили в Наринмаре. С журналистами окружных СМИ в ходе брифинга пообщался директор регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Даниил Исполинов. В Ненецком округе реализуются три основных блока в рамках регионального проекта «Социальная активность» – добровольчество, патриотическое воспитание и допризывная подготовка, а также работа с молодежью. В этом году серьезный прорыв удалось совершить по направлению волонтерства, отметил Даниил Исполинов. Так в регионе появился ресурсный центр добровольчества. «Структура созданная с нуля, и в этом году они прям такой рывок в своем развитии совершили, провели огромное количество обучений, успели привлечь гранты. На 600 тысяч грант мы уже реализовали, это федеральный грант Росмолодежи. И на следующий год в рамках федерального конкурса «Регион добрых дел» совместно с Пустозерским музеем нам удалось привлечь 3 миллиона 900 рублей. Это огромная сумма, которая будет потрачена на развитие добровольчества, на развитие проектов добровольческих самого музея, на огромное количество обучающих программ. Я считаю, что проектное обучение немаловажная составляющая добровольчества, да и в целом всех людей, которые социально активны и хотят сделать что-то доброе, хорошее и светлое для нашего мира». Положительным моментом в патриотическом воспитании, по словам Даниила Исполинова, является рост числа патриотических клубов на селе, а также волонтеров Победы. В этом году в четырех муниципальных образованиях провели патриотические слеты. Также началась подготовка подрастающей смены для поисковых отрядов. По направлению молодежной политики успешным называют недавно прошедший молодежный форум. На нем впервые был сделан упор на проектную деятельность. Отмечу, что развитие проектной деятельности станет основой в развитии регионального проекта «Социальная активность». «В целом деятельность будет переформатироваться. Мы, опять же, руководствуясь главными постулатами закона государственной молодежной политики, мы должны создавать лифты социальные, создавать возможности проведения мероприятий. Я для себя, по крайней мере, понимаю, что это как бы такой опосредовательный результат. Результаты, в принципе, уже есть. Некоторые тут по некоторым направлениям молодежки, там, со скейтерами, допустим, в таком ключе работаем. Вот, сейчас вот техническое творчество будем перепрофилировать. Добровольчество, в принципе, оно сразу вот эту вот идею взяло за основу. У них задача главная все-таки прокачивать и прокачивать волонтерские объединения, чтобы они уже сами потом давали результат. На сегодняшний день в Ненецком округе зарегистрировано более 40 волонтерских организаций. Всего с начала 2019 года на территории Ненецкого округа было проведено более 500 мероприятий и акций, в которых было задействовано более 3000 человек. Театр стал ближе. Во Дворце культуры Арктика состоялась презентация масштабного проекта «Театральная Россия», которое реализуется фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры. В рамках проекта прошел показ киноверсии спектакля «Василий Теркин». В постановке Архангельского драматического театра Александра Литкова продолжит. Сюжет киноверсии спектакля «Василий Теркин» разыгрывается в наше время. Кто такой Василий Теркин, наринмарские школьники хорошо знают из школьной программы. Задача проекта «Театральная Россия» – восстановить в памяти мифического героя Василия Теркина, героя эпоса и в то же время героя живого, настоящего. Я считаю, что это один из лучших спектаклей о войне. Потому что сказать о войне, о таком трагическом событии так, наверное, просто и легко, и в то же время в стихах это сумел Твардовский. И низкий ему за это поклон. Но поставить я, когда этот спектакль мы выбирали на Биеннале театрального искусства, он был у нас, я была директором, я очень переживала, потому что все-таки ставить драматический спектакль на произведение, которое в стихах, очень трудно. В репертуаре проекта «Театральная Россия» уже более 200 спектаклей. Посмотреть их все желающие могут онлайн. Там же можно ознакомиться и с расписанием показов. На портале «Культура.РФ» и на портале «Одноклассники» в рамках проекта «Театральная Россия» спектакль «Москва и петушки» по поэме Венедикта Ерофеева, который состоится 19 декабря в прямом эфире на портале «Культура.РФ» и на портале «Одноклассники». Кроме того, организаторы проекта предложили школьникам принять участие в конкурсе сочинений, а также написать видеоэссе с отзывом о киноверсии спектакля. Победители будут награждены поездкой в Москву и походом в театр на живой спектакль. Отмечу, что культурно-социальный проект «Театральная Россия» был основан 4 года назад и реализуется фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры. Его цель – познакомить зрителей российских городов с лучшими театральными постановками, а также на популяризацию спектаклей и повышение культурного уровня. Мы показываем лучшие произведения Москвы и Санкт-Петербурга во всех городах. Наш девиз – театр стал ближе. Мы используем новые технологии онлайн и, естественно, запись в лучших форматах. HD, Mac, разные хорошие у нас аппараты, которые мы снимаем. И лучшее качество показано на широком экране. То есть театр в кино, если говорить коротко. В ходе встречи глава региона Александр Цибульский лично поблагодарил генерального продюсера проекта Эльмиру Щербакову за то, что в рамках года театра проект был реализован в Наринмаре. Кроме того, стороны договорились о реализации на территории региона цикла мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Добавлю, что в ближайшие планы авторов проекта входит организация фестиваля, приуроченного к юбилею победы, в который войдут не только киноверсии известных спектаклей, но и живые постановки. Александра Литкова, Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Команда КВН сборной Ненецкого автономного округа приняла участие в игре за Кубок Краснодарского края. В сезоне 2019 года команда играла в Центральной Краснодарской лиге Международного союза КВН, где в финале заняла третье место. Накануне команда завоевала гран-при студенческого кубка региональных команд, который прошел в Москве и считается среди КВНщиков престижным. На самом деле отыграли замечательно, все как и хотели, без бумарок. Вышли, смех в зал был. В общем, мы добились своего, людей размешили. До этого буквально несколько дней назад мы выиграли Кубок Московской студенческой лиги. Это было сложно. Здесь наша задача была выйти и круто выступить. Мы это сделали, нас отметили, мы счастливы. И все, естественно, рассудит фестиваль в Сочи. В январе 2020 года на фестивале КИВИН в городе Сочи определятся дальнейшие игры команды в следующем сезоне. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.